друзья всем привет сегодня мы записываем влог специально для канала my car вот это наши прекрасные участники текущего влога и снимаем и для вас очень очень жирные автомобили если 80 супру не так часто встретишь в городе вот например одна из них то 90-х мы нашли для вас специально целых две и вот они о них мы сегодня вам расскажем да мы короче изначально решили вытянуть одну супру 90 для нашего региона это большая редкость а тут видим stories наших пацанов смотрим салон знакомы вот прям до жути знакомый сон такое оказывается у станет же их две при том что они прямо одинаковые в плане цвета расскажи вообще ну за свою машину как ты пришел к тому что ты закажешься супру новую 90 вообще хотел бмв 540 бушную не новую там пробеги большие были они оказались битыми потом genesis хотел скорее заказать g70 33 а потом думаю ничего себе и увидел что оказывается есть бмв вот узкоглазая азиатская бмв ну и думаю будет одна такая но как оказалось то что уже не 1 ну вот да ну ничего не планируешь теперь поменять машину нет нет специально в астану уедешь чтобы там быть единственным вообще по проходя тест масло если знаете вот именно на данном этапе покажем потребности она на данном этапе моего жизненного пути у меня вот раз таки самореализации не хватает да и признание не хватает оказывается да хотя у меня принципе штат есть сотрудники у меня у нас сеть корейских магазинов меко в астане 4 магазина по казахстану 20 в общем друзья для того чтобы заработать на новую супру вам необходимо иметь по казахстану 20 магазинов которые будут курироваться вашими друзьями родственниками это залог успеха сегодня второй день я как вообще катаюсь на ней ну эмоции пока очень много пока и мощности видно что уже на сокол съездил там боком даже повалил ну да в сториза можно посмотреть да ну вот хотелось посмотреть на что способна на это достаточно такой спортивный автомобиль до этого какими автомобилями ты владелась такой же категории никаким этот первый тачка получается такая посмотрите на владельца второй супры его зовут алмаз человек который собрал очень очень быструю f30 340 на метаноле стоит 4 которая ехала на китайской резине 3 секунды до 100 ты спец по в принципе ну 58 мотор ты знаешь мне кажется очень хорошо расскажи просто что здесь charge pipe down pipe нулевик ну выход уже под метанол все приготовлено сейчас ждем жабу планируем ехать низкие 5 секунд ждем резину ну пока все этот весь тюн он уже стоял на машине до этого да она сюда приехала готова после таких диких эмоций от f30 спланируешь ли ты добиваться такого же результаты на супре ну здесь я могу добиться только 100 200 хорошие 0 100 никак не поедет она зацепа до задний привод за а чем вообще славен b58 я так скажу это b58 2 генерации по сути он снаружи одинаков внутри там все другое степень сжатия даже топлива подачи у нее все другое b58 в стоке это сколько лошадиных сил 4 300 340 340 лошадиных сил с данным тюном это уже 400 420 420 сил насколько это вообще ресурсный мотор очень ресурс gz славен тем что в него можно дуть сток и это держит там очень хорошо 700 мне кажется смело переваривает 700 да ну b58 тоже также на родном железе 700 800 лошадей и здесь у меня есть вопрос почему ты выбрал супру 90 знаешь я еще с детства по моему мечтала супра а 80 и хотел купить себе думал всегда куплю наверное а 80 смотрел у нас в колесах нет нет так выстреливали есть каждым годом я все смотрел они дороже и дороже и просто один прекрасный момент решил себе купить эту машину а 90 человек со временем просто пришел к тому что он любит бмв дождался решения коллаборации тойоты и баварцев да и приобрел себе такой автомобиль круто но на мой личный взгляд а супра она более интересная хотя казалось бы это та же самая бмв z4 но z4 выглядит как машина девушки студентки но это прям либо какого-нибудь такого знаешь гламур никого парня супра ну это это прям до произведение искусства я бы так сказал очень классно рост рассказал про новую супра я сейчас хочу вам рассказать про нашу старую добрую супру 80 вот она едет про эту супру я уже несколько раз рассказывал instagram это та самая супа который посещает почти все наши ивенты основные доработки это получается перед вами выйти настоящий карбоновый капот диски от nissan gtr 20 размера подсветка днища но это настоящий андеграунд ну и самое интересное посмотрите ребят здесь почему мы сегодня населку пригласили именно эту сумму не только из-за того что на красная вы посмотрите на какую крышку багажника именно краски в стиле новой супы выхлоп под капотом 2 джет гт е владелец горит что где-то 425 или 430 лошадиных сил бывал ли ты за рулем восьмидесятки я сидел в торгу черный леворульная и не леворульная супра это не кажется почему это леворульный очень даже глазу про как и геттер мне кажется должны быть праворульными типа 34 супа но здесь аутентично классическое место побольше побольше чем вдоль но она и внешне как будто больше машина выглядит а мы можем показывать на ней да можешь но у меня такое ощущение как будто gz звучит гораздо интересней части да но это наверно банка еще а если бы она была еще и на моно turbo на бы просто дико звучало бы как монка раздувается это прям круто ты хочешь себе еще 80 по любому куплю да а те не смущает то что они вот очень очень сильно подорожали за ними сейчас охотятся вплоть до штатов типа если ты например привез машину с того континента отсюда наоборот забирая знаю многие до ушли у нас штаты ну я когда-нибудь может даже просто куплю кузов и буду сам восстанавливать а ты знаешь сколько вообще в принципе стоит вот например лобаж насколько я помню стоит миллион тенге фары миллион тенге этот подлокотник стоит 500 тысяч это это цены двухгодичной давности да все очень дорого знаю очень дорого это по-любому эта машина она будет и через 10 лет классной машины и цене по-любому она будет расти ну да это такая уже классика это классика на знаете да что это за машины как называются а вот это как называется это тоже супра только новое как вы думаете хорошо как вы думаете сколько стоит вот эта машина тени до удовольствия ну 35 миллионов хорошо а вот новая супра по твоим стоит 25 то есть старая супра дороже чем новая супра да ну разница на 5 миллионов 5 миллионов сезона можно вас интервью взять поговорить с вами можно а по поводу вот вы же видите машины которые стоят знаете ли вообще что это машина тойота супра а вот это они же они все одинаковые одинаковые вот это и вот это да а это это тоже супра а вот это как вы думаете сколько стоит этот автомобиль 15 вот это супра 15 миллионов а вот это супра здесь 10 миллионов 15 15 все спасибо итак мы выяснили то что люди оценивают больше старую 80 супра они почему-то говорят что она стоит дороже чем новая хотя казалось бы разница в деньгах между ними ну достаточно значительная хотя за отдельные экспонаты в стоковом хорошем состоянии а именно 80-го кузова отдают просто познословные деньги если взглянуть на интерьер с первого взгляда кажется что до бмв да действительно друзья туда же цветовые оттенки вот вся центральная консоль даже вот эти красные лампочки которые отражают красный цвет это все в стиле бмв только значок от тойоты ну и плюс конечно же новая цифровая приборная панель мы немного с владельцем прокатились правда я был пассажиром и по ощущениям скажу так что я ожидал что машина будет все-таки более жестковатая наподобие картинга то есть я действительно сравнивал наверное больше с gtr немножко и наверное в тойота gt86 хотя конечно я знаю что это разные автомобили но в любом случае ожидал больше такого эффекта но как оказалось автомобиль мягкий ходовку но это думаю все-таки за то что тойота наверно все-таки здесь есть мой плюс из-за холодного асфальта к сожалению зацепа особо не было ну и соответственно мы не смогли увидеть динамику здесь все-таки такое чувство знаешь как будто все больше чувствуется какого-то спортивного духа то есть вот ты сидишь за какой-то действительно болит какой-то там вот такого не было я не хочу честно так сказать грубо говоря обсирать новую собрал но действительно здесь общение подру скажи я говорю то что я только что посидел новый супре потом пересел сюда и знаешь что именно вот этот повернуться направленным в сторону водителя приборного панели а вот как будто не хватало это клощение вот есть как будто носить на к спортивно откуда болит а там такое нового автомобиль такой комфортный бмв что ты останешься без мнения нет ну просто я не знаю типа я по своей натуре любитель новых автомобилей и мне тяжело очень в этом принимает сразу направление мне очень тяжело принимать все вот это старенькое такое знаешь ветхая хотя казалось бы эта машина в хорошем состоянии но все равно для меня это веет вот я брат милф не люблю вы же знаете на чем-то машина супра супра сколько стоит как думаешь старая в районе 30 миллионов новая какая мне кажется ну вот вот две новые стоит одна старая новая миллион 80 80 50 80 миллионов буш на всего понятно спасибо если что то ли готов за 80 миллионов продать свою а алмаз готов продать за 53 свою и объявление о продаже данных автомобилей вы можете найти в нашем мобильном приложении my car . kz скачивайте по ссылке в описании хорошо слушать как звучит супра нажми а он сможет оттянуться конечно классно он все не покинет салон кажется ему супра понравилось красавчик красавчик молодец мы таким образом занимаемся воспитанием нового поколения фанатов японских автомобилей в данном случае конечно бмв вот ты сегодня был с нами почти весь съемочный процесс скажи вот какая собрать и больше понравилось больше мне понравилось в любом случае старая супра потому что это начало всего чувства что она легендарно да она чувствуется что легендарно но новое это все равно что-то такое необычное и неестественное что то хочется потрогать руками не знаю но ты фанат моседес но но хочу я вам сказать что самая лучшая машина это mercedes я сам как админ 212 клуба могу сказать уверенно что mercedes намного интереснее чем эти три машины вместе взяты планы дархана на новую супру поменять сразу диски но вместе ски вообще не вообще не зашли смотри хорошо давай мы обратим внимание вот абсолютно одинаковые автомобили это супра на сток подвески без проставок да это супра на подвеске hr с проставками и диски уже смотрятся по-другому стоит немного занизить автомобиль немного дать вылета и уже как-то это более-менее красиво играет вот такие диски 819 а мне кажется 19 давай вот посмотрим и танцы же диски до до 19 а ну вот 19 я все еще 20 мне кажется есть идеальный баланс ну да и мощность это все и когда это мы играем я имею виду я смотрю все таки больше поставили плюс мне кстати еще не зашли зеркала они как-то почему-то дешево выглядит смотреть какой-то просто черный пластик знаете почему потому что покрашенное зеркало будет бмв за 4 не но я имею даже хотя бы даже карбоновые элементы разобрать в машину карбоновый капот есть огромный капот лишь отсюда прямо так начинается представь карбоновый капот карбоновый перебор перебор нет смотри хорошо нет хорошо карбоновый капот случае если у тебя очень заряженная тачка ну даришься за вес ну да а если у тебя просто стали просто ради стали года но это знаешь такие дешевые понты хотя карбоновый капот на эту тачку будет очень дорого стоить вот например есть две с половиной тысячи бакс почитаю с половиной тысяч долларов карбоновый капот приуралом вот вот здесь смотри очень круто смотрится это классное дополнение именно для задней части вообще 90 супра очень аппетитно смотрится именно с кормы а вот там как будто не хватает вот этого дактейла видишь согласен а еще и что я заметил здесь есть накладки ой не накладки как называется в общем труб труба черная на этой супре там труба серебристая владельцы новых супр 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 в казахстане не супра сорба владельцы новых супр умеют обращаться с машинами хотят показать как они могут ехать может быть чего-нибудь там устроен заезд может быть заезд а может быть даже боком круто нем да посмотрим поехали да пора выезжать в город как мы уже говорили в одной из девяностых супр небольшой тюн который супр вообще можно договорить и по моему второй раз уже так говорю да и сур по ладно в одной из этих машин есть небольшая доработка в виде пайпов на ней стоял метанол то крайняя самая супра она абсолютно стоковая у ребят возник интерес такой мужской спор какая же из этих машин быстрее и лично для нас очень интересно как хорошо едет 90 супра против 80 это вы сегодня тоже увидите 80 супре сколько у тебя 420 сил до 427 это чего колеса маховика откуда тогда 427 ты решил типа стенда а прикольно у алмазов супре примерно тоже 420 сил и очень логично было бы посмотреть как набирает высоту самолет вот твои прогнозы тебя вообще к резина давай так не шли ну чё было 4s там сидела заводская как тебе такая резина вот и сейчас попробовал пару заездов не цепляет вообще не цепляет холодный а если мы прогреем резину думаешь лучше зацепиться конечно ну давай попробуем все оба зарылись просто сейчас на улице сколько сейчас градусов я скажу вам 10 градусов показывается у нас вот 10 градусов ну блин резина не цепляется да и гонять в городе опасно мы просто сняли студию оформили ее в стиле города ладно раз мы веселимся тому веселимся до самого конца приехал мой друг на 5 литровом компрессорном спорте здесь если мне не изменяет память районе 500 лошадиных сил чё тут еще тачка гораздо тяжелее но она на полном приводе у нее есть потенциал для зацепа супра заднеприводная с китайской резиной ну вопросики будут поэтому давайте посмотрим что получится из этого без шансов что ли чё серьезно не стрела нагоняет тебя на самом деле есть короче интересная история а когда мы с алишером выезжаем куда-нибудь на гонки всегда абсолютно всегда было то что мы проигрываем но мы принимаем это знаете так по-мужски отрывая конечно победу от сердца но этот раз мы выиграли ладно мы не выиграли мы они закопались потом у нас не получилось потом нас они объехали что ли и 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 съемки, от которых мы сами кайфуем. Вот сегодня действительно был такой день, когда мы действительно сами покайфовали, покатались. Это было очень круто. Друзья, любите автомобили, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Особенно я передаю привет Алматы ТВ. Ждите больше яркого контента. Субтитры сделал DimaTorzok